сегодня у нас третий ролик из серии обзоров знакомьтесь диджей константин и сегодня мы будем обозревать 4 аромы от него следующие у нас напомню по итогу аж 36 давай не будем грабить ты пока пробуй виноградный сок и расскажу собственно чем мы тут занимаемся благополучно и что мы делаем из этого всего все аромы фруктовые разводились по принципу 10 капель на 10 миллилитров то есть эта концентрация два с половиной процента если кому это интересно жидкость основа для разведения было традиционного как советует автор то есть это 55 пг 35 вг 10 воды все это наставилось примерно полтора две недели в темном шкафу без дополнительного телодвижения то есть без болтания без всего просто залив аромы поставил в шкаф подождал две недели получил жидкости мы пробуем что собственно из этого всего получилось и так что я могу сказать ты не любишь виноградный сок я помню вася очень плохо что ты только посмотришь это потому что этого ром мы тебе не отдадим до зеленого винограда шикарная такая на редкость хорошая с косточки прямо вот чувствующиеся это очень мне нравится это вот не приевшийся вот этот вот как он называется самый попсовый винограда из которого винищет изабелла вот это не изабелла это вот это прекрасно что это не изабелла это отличный виноград с кислинкой причем такой насыщенный причем я чувствую и привкус шкурки виноградной такой терпкий и косточку очень здорово василию василию вы понравилось чрезвычайно да да очень ожидает что его нет давай дальше вишневый сок вишневый сок я хочу битл джус жучины сока но увы хотя я думаю если мы очень сильно попросим константина он нам сделает сок из жуков просто боюсь последствий нартуральный экстракт из жуков органический органический экстракт из жуков и как тебе отлично вот мы вот уже пробовали уже подобную арому на самом деле это был яблочно-вишневый сок вот очень похоже только без яблока все не более ничего более я сказать по ней не могу в нее честно она просится в какие-нибудь миксы ее вот куда-нибудь добавить будет прямо вот огонь огнистый в табачечку да у нас там будет дальше табачки обязательно и вот тут когда-нибудь мы доберемся до того что вот ее вот бабахну табачку и будет прямо вот огонь огнистый я уверен главное чтобы было просто чистая моно такая желательно грязная какая-нибудь тогда будет просто супер хорошо отлично я бы сказал ну а давай дальше мандариновый сок очередные цитрусы ну да пусть очень интересный товарищ в этом отношении то есть он пожалуйста цитрусовый микс есть да апельсиновый сок есть мандариновый сок есть грейпфрутовый сок великолепно помню тоже есть ощущение что вот он сходил в какой-то близлежащий там лабаз да набрал все что было на прилавке из соков и тупо все это начал в органику переводить вот жидкость и что интересно нету минусов ни у кого еще до сих пор ну и это мандариновый сок это мандариновый сок знаете вот вы готовы огонь и настроение да чудесно вот этому не хватает только запаха мороза когда знаете вот в детстве мама приходит с работы запах мороза и мандаринов вот это вот под новый год очень классно сюда бы я вас на какой-нибудь кулер в 20 будет очень прикольно в качестве в качестве рецепта да я думаю что сложная сложная спорная ванильный шоколад это вкус конечно не фруктовый вкус кондитерский но он тоже присутствует у константина я все спасибо я кончу меня больше нету цензурных выражений на эту тему это божественно я сейчас почувствовал себя девочкой прикрепочкой вот это вот т.п. да которая сидит в питере на подоконнике и пьет какао с ванилькой собственно это так охерительно это так чудесно это очень няшно у меня ровно один вопрос как как можно сделать органического арома ванильного шоколада это не молочный шоколад это вот нормальный такой с высоким содержанием какао шоколад с ванилью тоже божественно вот сюда какой-нибудь легкую легкую табачку жахнуть совсем чуть-чуть и будет такой божественный десертный вкус это это будет и мороженку ну и мороженку можно туда же как вариант слушай это это просто божественно или апельсиновый сок и тут мы подходим к собственно говоря нашей экспериментальной части обзора мы пытаемся мешать миксы в живую собственно в прошлый раз мы уже выяснили что клубника лесная совершенно офигительно ложится в яблочный вишневый сок арбузно-дымный фреш с виноградным соком я не знаю что из этого может получиться винограда маловато как-то посреди всего этого великолепия арбуза с дыней его немножко забивают то есть хорошему винограда здесь надо наверное чуть больше он не такой насыщенный не такой яркий вот это забавно получилось то есть мало вкус винограда он стал таким чуть более комплексным то есть это получился хороший фруктовый фреш чисто осеннего такого характера то есть вот это вот уходящего лета нотка вы знаете я бы это по-другому охарактеризовал ну-ка-ну-ка это это глинтвейн арбуз дыней они придают такую медовость виноград ну а как вино с медом по сути и есть самый простой глинтвейн то есть до специй здесь нет но очень такой теплый микс прикольно это мы пожалуй оставим давай дальше и х мандариновый сок грейпфрутовый сок смотри мандарин за грейпфрутом они сочлись прямо идеально но они наравне абсолютно идут фейхва он просто чуть-чуть сладости дополнительный какой-то передает вот этому всему получается такой нормальный сбалансированный кисло-сладкий микс чего кстати многие добиваются что сладкое надоело то надоело все надоело чуть-чуть быть еда кого вот это вот отличный вариант такого кисло-сладкого замеса тоненького фруктовенького при этом достаточно многоградного что скажешь коллега я скажу что это лучший микс тропические фрукты которые я пробовал пока что он очень хороший капли манго заметь что здесь нет манго и это даже хорошо очень здорово получилось фейхва это такая получается универсальная арома которая в общем то если вы не знаете как исправить тропический микс добавить тогда фейхва серьезно это будет почти наверняка хорошо вот эти вот три вкуса фейхва мандариновый сок и грейпфрутовый сок их практически в пропорции один к одному можно замешать и будет в общем то весьма неплохо но при этом я подчеркиваю что если вы решите куда-то добавить фейхуару добавляйте именно фейхуар диджей константина на полном сервисе у нас другие могут быть вопросы я другие не пробовал так у тебя ванильный шоколад и апельсиновый сок да да но давай вот это должно быть тоже очень интересно то есть тут няшность микса она должна немножко разбавиться вот апельсиновыми цитрусовыми нотками мне интересно что из этого получится это божественно это ванильный шоколад с апельсиновой цедрой это вот знаете у меня одно время была такая скажем так манера употребление кофе по утрам я сушил цедру апельсиновую потом и перемалывал в кофемолке вместе с зернами кофе и вот эту полученную смесь я заваривал себе вместо кофе на завтрак знаете вот это лучше это божественно это вот это вот утром себе чашку горячего шоколада мешал туда палочкой гонили его разболтал и трескаешь его с апельсиновой шоколадкой чем хорошей дорогой апельсиновой шоколадкой которая вот прямо с кусочками цедры вот это вот натертый вот идет блин вкусно до одуги конечно получилось обалдеть я не знаю что еще сказать в теме у константина собственно неоднократно товарищи поднимали скажем так вопрос того что все его ароматизаторы между собой прекрасно смешиваются даже неоднократно и в больших количествах укладывали собственные рецепты вот мы собственно сейчас подтвердили этот опыт когда буду присоединяемся вот к массе народа которые там рецепты крутят ему вот это делаем просто в живую на чисто интуитивном каком-то уровне что с чем теоретически может смешаться поэтому не бойтесь экспериментировать аромы от господина диджея константина великолепно к этому подходят эксперименту они действительно здорово смешиваются друг между другом и они это позволяют делать вот даже на каком-то примитивном весьма уровне это вагниты па которые надо настаивать пожалуйста взбалтывать пожалуйста температуру выдерживать будьте так любезны и так далее и так далее здесь все равно и хотя бы надо моноаромами моновкусы настоять потом между собой можно смело смешивать и в общем-то вы ничего не потеряете ну да по большому счету в общем спасибо вам что вы нас вытерпели спасибо что посмотрели отдельно грации диджею константина за то что все это дело очень интересно очень круто и очень любопытно с этим было поработать всем счастливо всем пока пока пока